Всем привет! Это канал Процветок, на котором мы рассказываем простым языком об уходе с осадом и огородом, помогаем вырастить здоровый урожай. Меня зовут Дмитрий и сегодня расскажу о том, как вырастить здоровую рассаду с помощью обеззараживания грунта. Наверняка каждый огородник сталкивался с такими проблемами, как черная ножка рассады, различные корневые гнили, мошки на рассаде. И зачастую все эти проблемы возникают от недостатка обеззараживания грунта. Поэтому в обязательном порядке грунт нужно обеззараживать. Чтобы грунт был хорошим и рассада не болела, он должен соответствовать определенным требованиям. Во-первых, грунт должен быть легким, рыхлым, чтобы в нем хорошо развивалась корневая система и корни получали в достатке кислород. В тяжелом грунте рассада будет плохо развиваться и корни будут получать мало кислорода для своего развития. Второе условие. Грунт должен быть питательным и содержать все необходимые макро- и микроэлементы для нормального роста и развития рассады. Если грунт будет слабопитательным, то рассада будет в нем развиваться плохо, а значит и будет иметь низкий иммунитет, будет менее устойчива к болезням и вредителям. Также грунт должен быть чистым от семян сорных трав и различных фитопатогенов. Еще одно обязательное условие требования для грунта – это уровень PH. Большинство культур, которые мы выращиваем через рассаду – это и томаты, и перцы, и баклажаны, и различные другие – требуют все-таки для своего роста грунт слабокислой либо нейтральной реакции. В кислом грунте такие культуры будут развиваться слабо. В садовых центрах и магазинах сейчас очень большой ассортимент грунтов. Но как же рядовому дачнику и огороднику разобраться в этих грунтах и выбрать отличный грунт для рассады? Во-первых, когда вы приходите в магазин, то обязательно обратите внимание на состав грунта, который указан на упаковке товара. Большинство грунтов для рассады состоят лишь из одного раскисленного верхового торфа с добавлением перлита либо песка. Такой субстрат является легким, рыхлым и содержит вещества, которые обеззараживают сам грунт, не дают развиваться различным фитопатогенам. Но такой грунт является слабо питательным, ведь сам по себе торф имеет недостаточное питание для хорошего развития растений. Запас питательных веществ крайне быстро иссякает. Грунты на основе торфа лучше всего применять для первоначального посева, а затем, когда вы делаете пикировку, пересаживать рассаду в более питательный грунт. Если же вы выращиваете рассаду без пикировки, то растения в таком грунте обязательно будут нуждаться в регулярных подкормках. Только в этом случае рассада будет развиваться полноценно и вырастет крепкой и коренастой. Самым лучшим грунтом для рассады будет являться тот грунт, где кроме торфа добавлен биогумус. Его должно содержаться в грунте, в таком грунте для рассады, не менее 30%. В этом случае рассада будет получать полноценное питание и развиваться намного лучше, чем в обычных торфяных грунтах. Если же вы уже приобрели к сезону грунт, например, на основе лишь только торфа, то расстраиваться не следует. Приобретите еще отдельно биогумус и смешайте торфяной грунт с биогумусом 50 на 50. В этом случае у вас получится рыхлый плодородный грунт для рассады. Многие огородники не приобретают грунт в магазине, а стараются его приготовить самостоятельно, так как это экономит много денег. Но нужно учитывать, что при приготовлении таких грунтов используются нестерильные материалы. Это может быть плодородная почва из огорода, это может быть зерновая земля, торф, песок и другие компоненты, например, компост. И, конечно же, в таких компонентах будут содержаться различные фитопатогены и даже личинки-вредители. И в итоге рассада может пострадать. Поэтому грунт собственного производства обязательно нужно обеззараживать. Для обеззараживания можно использовать различные вещества и способы обеззараживания. Во-первых, такой грунт можно пропаривать либо прокаливать. В итоге погибнут не только фитопатогены и вредители, но и почвенная микрофлора. Нужно сказать, что это не очень хорошая идея. Придется эту микрофлору почвенную хорошую возобновлять, вносить в грунт дополнительные биопрепараты. Например, препараты на основе сенной палочки либо триходермы. Попадая в почву микроорганизмы из биопрепаратов, начинают синтезировать различные ферменты, аминокислоты. И тем самым улучшают плодородие почвы, помогают растению потреблять необходимое питание в лучшей степени. Нужно отметить, что обеззараживать грунт можно и без предварительного прокаливания, либо пропаривания, внося в них биопрепараты заблаговременно. Особенно хорошо справляется с обеззараживанием грунта триходерма. Особенно если грунт собственного производства. Но в этом случае триходерму нужно вносить в грунт заблаговременно, до момента посева семян на рассаду. Примерно за месяц до того, как вы будете высевать рассаду, а лучше за два месяца, увлажните грунт, занесите его в теплое помещение и добавьте препараты на основе триходермы. У нас есть всем известный биопрепарат здоровье флоры триходерма. Всего лишь одна чайная ложка гранул на 10 литров грунта обеззаразит ваш грунт и рассада будет развиваться здоровой. Покупные грунты, конечно же, если они соответствуют всем требованиям, они уже обеззаражены. Но все-таки для подстраховки это лишним не будет и в них лучше вносить биопрепараты. Опять же это может быть триходерма, либо сенная палочка. У нас появился новый биопрепарат природная защита на основе сенной палочки. Вот такой препарат также можно вносить в почву. Опять же понадобится всего лишь одна чайная ложка на 10 литров грунта. Если брать грунты собственного приготовления, то их обеззараживать нужно за месяц-два до момента посева. А если вы используете уже готовый грунт, покупной, и вы доверяете производителю, то можно, в принципе, и в более поздние сроки вносить биопрепараты. Хотя бы за две недели до посева семян. Что касается совместного применения биопрепаратов, например, сенной палочки, либо триходермы, то такие биопрепараты, конечно же, вносятся отдельно. Ведь у них возникает конкуренция. Сенная палочка конкурирует с триходермой. И так как триходерма является более сильным микроорганизмом, она быстро развивается, то и подавляет рост сенной палочки. Поэтому лучше вносить что-то одно. Либо сенную палочку, либо триходерму. Кстати, сенная палочка также очень эффективна для обеззараживания грунта. Она не только обеззараживает грунт, уничтожает вот эти фитопатогены, но еще и поселяется в прикорневой зоне роста корней, проникает в само растение и тем самым улучшает вегетативный рост растений, улучшает наращивание корневой массы и уберегает растения от различных вредоносных организмов. Как видите, правильно подобранный и составленный грунт – залог здоровья урожая, а применение биопрепаратов – это залог здоровья не только урожая, но и нашего с вами здоровья. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok